Принесенция приведет к человеческому сознанию. Я отношение по своей профессии археолог, и поэтому постараюсь сделать акцент на эту точку зрения. И, насколько смогу, попытаюсь объяснить некоторые проявления с точки медицины, естественной научной дисциплины. Но, честно признаюсь, я не специалист, поэтому не могу. Я к своему названию добавил большую букву «Тропа лимбаков». Это фраза очень хорошего человека, сказанная как раз под эффектом принятия глируциногена. Ну, про эффекты я немножко позже поговорю. С чего начался интерес к этой теме? В какой-то момент я занимался несколько лет древним мировоззрением, формированием ритуалов, культов и так далее. И мне стало интересно, в какой момент человек превратился из нашего алюзианоподобного предка, я дарвинист, если кто-то с этим не срывает, в то, что можно называть человеком. Ну, традиционные археологические теории эндокудинеза подразумевают то, что это приготовление орудий, но орудия – это орудия. Как известно, многие животные тоже строят на себе и дома, используют какие-то предметы для того, чтобы раскалывать орехи, водить рыбу и так далее. Но вот сознанием именно таким развитым обладает, собственно, только человек. И в этот момент, честно признаться даже не знаю, как это произошло, натолкнулся на идею того, что именно употребление антиогенов, антиогены – это наркотики, психедерические наркотики, естественного природного происхождения, то есть растители. Они распространены по всей территории нашего земного шара. Для каждой страны, для каждой территории они разные. Там где-то в Южной Америке – итальяны, в Северной Америке – это кактусы, там в Шваковике – определенные лианды, гавайская роза всякая, шалфей и так далее. У нас это преимущественно в Северной Евразии различные роды грибов, ну, точнее 2 августа – ксилоцибин и мухоморы. Все народы во все времена всегда использовали, употребляли данные вещества. Вопрос, для чего они это делают. Ну, вообще, в исследованиях учеными выделяется несколько понятий психопрактики. Ну, что такое психопрактика? То есть это тогда, когда наше сознание, либо одиночного человека-индивида, либо группы включено в какой-то общий процесс изменения, респектурализации, развития, ну, что-то изменяется, да, от привычного нашего мировосприятия. То есть им выделяются вот четыре вида психопрактики. То есть первое – это инициации. Ну, для тех, кто не знает, это обычная инициация – переход из одного состояния в другую. Чаще всего это возрастные инициации были, то есть когда маленькие дети, которые не считались членами общества, после прохождения определенных испытаний, определенной инициации становились взрослыми, вообще начинали считаться взрослыми. Ну, условно, на Руси это было, что юноша должен был пойти и убить медведя в собственном спокойствии, да, там, своими руками в возле мини. Ну, и как бы в каждой группе населения нашей территории они были раз. В психопрактике самоидентификация – ну, это более, наверное, поздний термин, то есть он признан в первую очередь в поиск самого себя. То есть здесь используются самые разные принципы. Как и медитации сюда же относятся, различные религиозные практики, то есть когда достигается какое-то выступление, концерт, на самом деле все, что влияет, когда человек… Ну, психология толпы вообще, все, наверное, слышали, да, то есть когда человек начинает действовать не так, как должен. Ну, практики идентификации с архетипами в ближайшем основе культуры. Ну, это довольно сложно. Это, скорее, именно археолого-антропологическое такое. То есть это когда человек проходит определенные стати, наверное, какие-то действия уже забытые, по большому счету смысловая нагрузка потеряна, но сохранилась как традиция в данном конкретном обществе. То есть, опять же, это скорее характерно для, ну, менее развитых, традиционных общих, для современных глобализированных. Это, конечно, уже практически стер. В последней практике достижение измененных состояния сознания. Ну, собственно, все ближе к нам как раз. То есть это употребление каких-то веществ, которые… Ну, ладно, необязательно употребление веществ, это, опять же, может быть и какие-то там… Липать, а ладно, не скажу. Какое-то дыхание. Да, в том числе изобретенным духом. Опять же, медитации, всякие религиозные. Это все может входить сюда же, измененное сознание. Но как-то традиционно, привычно, чаще всего все-таки используют это различные нафотосодержащие… Вот такую картиночку, взятую с презентацией, с ординалом ОСА. Заряжаем Вселенную в пушку, царим все в мозг огонь. Да, это вот инэссенция, собственно, употребления всех психотектов. Теперь, наверное, пару слов, которые… Немножко к биологии, насколько я ее понимаю. В общем, очень много для нашего организма и, в первую очередь, для нашего мозга играет серотонин. Слышали, да, про себя? Да, не думали. И, в самом деле, у него 7 разновидностей. Я, честно, не представляю, чем они там все семьи встречаются. Но есть две основные группы. Первое – это тормозящие действия. Второе – это стимулирующие действия. То есть, чаще всего у нас играет эта первая группа – это тормозящие. То есть, когда мы испытываем какие-то обычные эмоции, перегружаем все, что угодно, что с нами происходит, нам надо как-то стопорить свой организм, чтобы он не перегорел. И вот тогда серотонин первой группой вырабатывается и начинает стабилизировать наше состояние. И, собственно, он поступает в мозг достаточно просто. То есть, здесь находятся рецепторы, они выделяются. Да, здесь другим поглощается. И вот здесь, ну, собственно, вот. Который информация обрабатывает. То есть, вот вся информация у нас идет, по сути, вертикально. Но одновременно получается, что иногда у нас информация рассеивается. Ну, точнее, не иногда, а всегда у нас частично информация рассеивается. С одной стороны, это хорошо. Потому что это поиск дополнительных способов поступления информации в наш мозг, если по каким-то причинам стандартные не работают. Но это в принципе обучения работает как раз на том, что вы их знали, на появление новых путей поступления информации. Вот сертилинг первой группы, он делает, по сути, блокираторы. То есть, он вот эти постепенные связи, он их блокирует. Если меня дает, не изменяет. Это же формула элитумическая. Вот. И, соответственно, он делает более четким восприятием. Но это так называемые еще шумы, которые существуют. Вот что же делают, на самом деле, все психоделики, которые попадают, так или иначе, в наш организм. Хоть они искусственно синтезированные, там, например, самые знаменитые, да, РСД возьмем, синтезированные в 43-м году. Хоть естественные интеллигенты, которые получены природой. Они, наоборот, подавляют вот этот 5HT, подавляют первый принцип серотонина. И создают дополнительные шумы. Поэтому, соответственно, мы немножечко начинаем терять реальность. То есть, вот эта информация, которая напрямую поступала в наш мозг, она нарушается. И она поглощается вот шумами, которые вторичные, которые не имеют прямого отношения к нам. Поэтому при употреблении психоделика всегда есть несколько, ну, таких традиционных стадий. Хотя, ой, все это очень субъективно. Нет двух одинаковых людей, у которых было бы 100% совпадание эффекта при употреблении тех или иных. Но некоторые тенденции можно выявить. Некоторые исследования называются это плато, так называемое. То есть, человек разбирается на плато, находится на плато и потом постепенно спускается. То есть, это, первое, это визуальный эффект. Ну, точнее, самый первый – это легкая эйфория появляется. Второй эффект – это, появляются геометрически визуализированные какие-то брюкеты, фракталы. Третья стадия – это, собственно говоря, циногенная стадия. То есть, это вот пивка, когда человек забирается на само плато. Ну и потом, когда он начинается спускаться с плато, у него активно пробуждаются неслительные процессы. То есть, насыщенные вот этой информацией, которая все-таки добирается до нашего мозга. Он ее пытается обработать. Ну, это этап осмысления, разговора и так далее. Ну, со стороны это может быть достаточно специфично. Ну, точнее, это даже не так глупо. Иногда высказываются достаточно генеральные идеи. Но, тем не менее, то есть, клинические исследования показывают, что именно этот, на самом деле, этап самой продуктивной с точки зрения нашего саморазвития. Ну, а из наиболее характерных выделяются эмбриональные переживания. То есть, состояние ощущения того, что ты заново рождаешься. Ты можешь чувствовать себя, там, новорожденным котенком, щенком, слепым и так далее. Пытаться постичь им. Это чувствование с матерью, отцом либо предками. То есть, ты можешь действительно себя ощущать как-то еще, в том числе, с животными и растениями. Можешь прослеживать цепочки эволюции, чувствовать их на себе. Ну, связи с другими людьми и группами. Причем как индивидуально, ну, отдельными людьми, так и, в целом, нечисленными масштабными группами, может быть, ты много тысяч. Ну, всякие ясновидения, яснослышания, путешествия воемии, интелепатии, осознанной неорганической материи, знания органов, тканей, клетки. То есть, вы начинаете все-все чувствовать. Встречный себя сверхразумом, божественный, наполнительный разум. Вот это тоже своеобразное, самое опасное, потому что не всегда это приводит к хорошему результату. Ну, наверное, слышали, да, есть трип, есть бэд-трип. То есть, ну, трип – это положительное путешествие при употреблении каких-либо преимущественных психологических навыков. То есть, это вот как раз тот самый трип от реальности, ты перестаешь ее воспринимать. И бэд-трип, когда у тебя начинает развиваться паранойя на фоне того, что ты увидел, услышал, и, соответственно, все это не очень благоприятно для тебя воздействует, ты можешь просто потеряться, выгодиться в своем собственном сознании и уже не вернуться. Для этого всегда с древности, с современности, для этого будут так называемые проводники. То есть, ну, когда-то эту роль выполняли шаманы, то есть, которые знали основные принципы, контролировали нахождение человека в данном состоянии. Ну, сейчас это преимущественно медицинские или какие-то клинические исследования. Последние годы, примерно с 2011 года, они не актуализированы. Ну, преимущественно, естественно, в Европе. В Испании неплохие исследования, в Германии ведутся. Но, тем не менее, в России, конечно, все с этим немножечко грустно. Ну, это для вам, для осознания. Это, правда, падает ОСД. Ну, эффект не исходит, в принципе. То есть, это знаменитая картинка, когда художник в процессе своего триба рисовал автопортрет. В зависимости, ну, примерно от отражения. То есть, я, естественно, на каждом этапе считал, что он создает что-то нереальное, гениальное. Вот. В какой-то момент, ну, это можно, наверное, даже принять, да? За что-то гениальное. Ну, и постепенно с выходом из состояния из этого, как бы, 6 часов. Ну, ОСД-шинэй-3, он длится значительно дольше, чем естественно. Ну, естественно, на экскадемике это 3-4 часа. Ну, синтезированная химическая коммуника. Ну, что-то достигает отсутствия. Конечно, это опасно. Вот. Здесь такая картинка, не знаю, видно или нет. Вот. Очень мне понравилось в свое время. То есть, это негативное, так сказать, влияние на организм человека. Вот тут есть индекс смертности, ущерб здоровью, зависимость, технические расстройства, материальный урон и так далее. Ну, в общем, поведу. Вот здесь у нас находится героин. Самый такой серьезный, опасный. Вроде бы. Вот здесь находится алкоголь. Но смерть у него процентный, гораздо выше, чем у всех, кто понимает. Да, вообще, героические наркотики находятся вот здесь. То есть, ну, вред, на самом деле, здоровью. Да, это физические расстройства. Ну, это, я уже говорил, что трипл – это очень опасная вещь. То есть, если человек не подготовлен, либо самостоятельно, ну, либо в группу специалистов, то есть, он может, его мозг не выдержит того, что он осознает, того, что увидит. Ну, и, соответственно, чем выше интеллектуальный уровень человека, принимающего, тем легче и проще переживаться, тем меньше. Ну, и так же еще влияет состояние, настроение, влияющее на все это. Ну, тем не менее, вот эти наркотики, на самом деле, достаточно мало внесут в себе негатива. И сейчас все чаще начинается возрождаться, как я уже сказал, идея возвращения к ним. Там с 43-го по 60-е годы потом было бы выпущено. То же самое потом. Экстази, повторю, уже в 70-е, 80-е годы. Ну, хотя бы, добрый принцип действия. Ну, и вот сейчас, спустя еще сколько-то, десяток лет, опять начали возрождать исследования вот этой тематикой. Ну, это картинки основных, которые я вспомнил. Ей можно не выращивать дома, да? Ну, тем не менее, то есть, большинство легко находятся в самых разных территориях и, соответственно, используются многими народами по всей идее. Ну, преимущественно, наверное, слышно. Вот. Немножечко два слова о том, что это бсилоцепин, держащие бсилоцепин, наиболее распространенную на нашей территории. Ну, и теперь возвращаюсь немножко. Я уже трогайся больше, чем больше. Не знаю, хочу сказать, но мне очень нравится эта картинка. Первое покинание, если написаться истории о подобных психопрактиках, предъявлении рябов, именно рябов, датируется 1577 годом. Это книга, ну, или сочинение, не знаю, как назвать. Всемирная история вещей новой Испании, написанная Бермардино и Саргуаном, по-моему, если мне память изменяет. Ну, там, в целом, были описаны идейские, естественно, практики. То есть, когда был открыт, наверное, Америка. Ну, практически, опять же, в всём мире встречается так или иначе свидетельство употребления данных веществ. То есть, и в Дальнем Востоке, и в Италии, и в Италии, и в Италии, всё. И в ближнем мире, да, отсюда есть изображения различных другого видов, и в Герии, ну, либо каких-то риан, по-моему, и так далее. Ну, опять же, для нашей территории, возвращаясь к вниманию, интересно, вот такое в Северной Евразии присутствует большой класс петроглифов, наскальных изображений, либо выкрытых, либо нарисованных, и вот такие странные люди нарисованы обычно, а не с луком. Ну, очень часто бестревуюсь, именно просто с луком. Некоторые из них танцуют, некоторые бегут по небу. На голове у них чаще всего, ну, точнее, головокик такого у них нет, чаще всего из меня это такая глибовидная шляпка. Вот, исследователи на протяжении всего 20 века громко ругались и спорили, что же это может быть такое. Некоторые академики российские утвердили, что это транс-евроссийский феномен, изображение вот таких вот людей, ну, и в конце концов, московская следовательница Марьяна Абдаширова Рандерле высказала идею, что это именно изображение тех самых людей, которые употребляли наши бренды, которые получили человека. Вот это спорный вопрос. Ну, в большинстве петров лупов, если изображается лук, всегда изображается стрела, ну, чаще всего это связано с охотничьими ритуалами. Здесь лук может, ну, не знаю, на что угодно, на самом деле, просто для изображения. Интерпретация вообще подобных изображений, ну, не обязательно для богового, вообще, в принципе, это, наверное, некоторые не знают из вас, письменных источников нет. Соответственно, мы можем только предполагать, либо использовать для основы какие-то аналоги ныне живущих народов, племен, которые еще находятся на близкой стадии развития. Вот, но подобные изображения именно характерны только для нас, в нашей территории, к сожалению, уже не осталось совсем не развитых народов. Хотя, конечно, там всякие коревы, чучи, они продолжают употреблять, ну, не употребляйте мукоморы, да, нет. И, как интересный момент, только мукоморы имеют свое именное название – хвопак. Все остальные грибы для них просто гибы. Они с ним разговаривают, они обращаются к нему грибы для них. И следители, ну, аналоги ныне живущие, да, на серии, утверждают, что разум хвопака гораздо сильнее, чем разум хвопак. И можно его поглотить. Ну, и еще одно такое историческое доказательство – так называемые терочники или гладильники, тоже, ну, такие вот, очень много споров, что же это такое. Многие употребляют, и это именно в значениях воического символа, объясняют, что понятно, да, что это? Но есть и другая точка зрения, которой именно я придерживаюсь, потому что иногда там встречается, что это все-таки так или иначе стилизованное изображение грибов. Причем вот именно в этих культурах у них очень много изображений и антропомортов, то есть лица человека, тоже здесь привидимы практически, больше нигде это не встречается. Опять же, это и территория Западной Сибири, то есть это наши слои. И то и другое, но тут больше не восточной Сибири, конечно. Ну, это наши проекты очень относительно и прекрасно, но, тем не менее, возможные какие-то очень-очень дальние, но, тем не менее, народы, проживающие абсолютно в тех же самых экономических, природных, ландшафтных ситуациях и условиях, которые мы живем здесь. То есть та же самая, несмотря на исследование некоторых изменений климатического ландшафта, принципиально радикально ничего не изменяется. Ну и, как меня просили организаторы немножко почитать что-то. Я решила, скажите, не давать, я решила два блока на научную литературу. Это такие основные, которые стоит интересно почитать, которые так или иначе касаются этой темы. Ну, доп. интервьюис – это для самых основных исследований для нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.